МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Причем рейды по многим местам давно стали традицией. Ни убеждения, ни штрафы не способны вразумить некоторых предпринимателей. Но в этом году у таможенников нашелся свой козырь. Тем, кто игнорирует предписание, придется искать новое место сбыта. Договоры аренды с такими будут расторгать в одностороннем порядке. На будущее все арендаторы, которые будут подписывать договоры, будут знакомиться с их содержанием. И мы будем обращать внимание на дополнительные основания для одностороннего отказа и расторжения договоров. Поэтому это будет и превентивное профилактическое мероприятие. В ноябрьские нелегально работающие иммигранты есть. Их выявляют сотрудники УФМС на рейдах, которые проводят на строительных объектах, торговых павильонах и заведениях общепита. В этот раз оперативники побывали в пекарнях. Кто замешивает тесто и насколько вышеперечислены места хлебные для приезжих рабочих – в материале моих коллег. Оперативную группу в этой пекарне, что находится в районе ХТПС, хлебом с солью не встречали. Да и на законное требование предъявить документы сразу не отреагировали. Незваным гостям здесь явно не рады. Но таким посетителям приглашения не нужны. Сейчас в городе проходит масштабная операция «Нелегальный мигрант». До 1 апреля УФМС и полиция будет искать тех, кто трудится незаконно. Сотрудники этого цеха хлебоблочных изделий преимущественно выходцы из Средней Азии. У большинства документы есть, но все-таки один из тех, кто разгружает муку, предъявить их не смог. Директор пекарни на вопрос, откуда этот человек здесь появился, отвечает невнятно. Ни моя мука, ни мои сотрудники и так далее. Общеровновские ребята, они попросили мне муку здесь выгрузить, они забирают хантом через 2-3 дня машину. И они привезли, попросили, выгрузили. Хозяин утверждает, что незаконно трудящихся у себя не держит, а о своих сотрудниках заботится. Пекарня, она же общежитие, дает не только работу, но и кров. На втором этаже над цехом обустроено жилье. И здесь нарушитель миграционного законодательства нашелся. Человек живет не там, где ему указано в виде нажительства. А это еще одна пекарня. Теперь уже на промзоне. Здесь работают приезжие из Узбекистана и Киргизии. На первом этаже они пекут хлеб, а на третьем ночуют. Работникам приходится ютиться в комнатах, малопригодных для проживания. Но они не жалуются. Говорят, хозяин платит хорошо, а что еще, мол, нужно. Однако и суда проверяющие приехали не напрасно. Двое рабочих из Таджикистана трудятся здесь незаконно. Вины свои, правда, не признают. Уверяют, что суда их пригласили в гости. Вы тут работали сегодня? Бое, да? Я сейчас уезжаю. Сегодня работали? Ну, просто не работали, просто смотрели. Ну, работали, я приехал, но работали, не работали. А? Что делали тут? Сегодня что делали именно? Ну, просто я ходил там, смотрел. Гостили они или просто смотрели, разберутся уже в полиции. Всего только за этот рейд из 20 проверенных задержаны пятеро. Будем опрашивать, составлять материалы. Если же они осуществляли трудовую деятельность без соответствующих документов, они будут привлечены к административной ответственности. Штраф от двух до пяти тысяч с выдворением или без такового с Российской Федерацией. При выдворении с Российской Федерацией человеку закрывается въезд в Россию на пять лет. Всего же с начала года в Ноябрьске возбуждено три административных дела за работу без разрешения. Однако, куда больше на нарушениях миграционного законодательства попалось работодателей. Десять нанимателей не сообщили в ОФМС, что взяли на работу иностранцев. Правда, такая беспечность теперь им дорого обойдется. За каждого штраф от 400 тысяч рублей. В целом, отмечают миграционные службы, нарушений по сравнению даже с прошлым годом в Ноябрьске стало меньше. Суровые наказания, видимо, дисциплинируют. В Салихарде на неделе следователи завершили уголовное дело в отношении владелицы кафе «Виктория» и двух ее сотрудников. Их обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединенные с насилием над журналистом, либо с повреждением его имущества. Напомню, 8 августа хозяйка Салихарского кафе и ее коллеги, высказывая угрозы журналистам, напали на телеоператора «Ревизора» и повредили дорогое телевизионное оборудование. Во время следствия была проведена судебно-медицинская экспертиза потерпевшего. Доброшено 12 свидетелей и проведено 7 очных ставок. Уголовное дело направлено в суд. Попасть на прием к врачу центральной городской больницы становится труднее. Электронная регистратура, которая существенно облегчала жизнь пациентам, с недавнего времени работает в новом формате. Ее и аналогичные платформы других больниц региона объединили в одну общую систему. Правда, есть одно «но». Воспользоваться ей могут исключительно те, кто зарегистрирован на портале Госуслуг. Кто крайний? Кирилл Мигель попробовал встать в очередь онлайн. Больше 5000 пациентов в месяц и по 25 больных на одного врача поликлиники в смену. Попытки прорваться в таком потоке в порядке живой очереди – все равно, что плыть против течения. Но сегодня под кабинетами стоят и те, для кого интернет – тихий омут. Ну, допустим, для меня интернет – это тяжелая вещь. И те, кто плавает в нем, как рыба в воде. Хотя могли бы и записаться. Нет смысла этого делать. Почему? Ну, потому что там все записи уже заняты. Необъяснимо, но факт – очереди виртуальные постепенно принимают черты реальных. Вклиниться в нужную становится все труднее. Совсем недавно именно эти люди держали на своих плечах электронную регистратуру ЦГБ. Держали стойко. Жалоб на сбои в работе практически не было. Напротив, тысячи пациентов были благодарны за сэкономленное время. Теперь же все, что требуется от специалистов IT-отдела – загружать расписание врачей в единую окружную базу. Сделано это было для того, чтобы пользователи обращались на единый ресурс по всем вопросам. Чтобы не было кучи регистраций, кучи паролей. Люди путались, теряли. Было достаточно обращений много в департамент здравоохранения. И, собственно, было принято решение, что будет единый личный кабинет на госуслугах. И, соответственно, из этого личного кабинета есть доступ ко всем государственным услугам, в том числе и к электронной регистратуре. А вот регистратуру ЦГБ было не то, что решено. Приказано упразднить. Приказано окружным департаментом здравоохранения. Это все не так просто. Необходимо соблюдать реконструкцию, необходимо разрабатывать соответствующие алгоритмы и обеспечивать, чтобы этот ресурс работал так, как он должен работать. А это нагрузка и как человеческий ресурс специалиста, так и материальный. Потому что ресурсы это создавать, развивать и поддерживать. Словом, хочешь не хочешь, а создать личный кабинет на госуслугах придется. Делается это в два шага. И первый, регистрация на сайте, довольно прост. Достаточно ввести в форму свою фамилию, имя, адрес электронной почты и номер мобильного. Ну а дальше начинается самый интересный процесс подтверждения вашей личности. Раньше это делалось только через Почту России. Стоит ли говорить, что письма с паролями шли до адресатов месяцами, а до некоторых, как, например, до меня, не доходили вовсе. Сегодня процедура несколько упростилась. Подтвердить вашу личность могут, например, в Ростелекоме или в многофункциональном центре. Здесь эта услуга в приоритете и занимает считанные минуты. Заветная смска с паролем приходит, что называется, не отходя от кассы. Клиентов, как правило, немного, а кошек под три десятка. Так что ждать в своей очереди еще и в МФЦ долго не придется. Сложностей нет никаких. Но если приходят граждане и у них возникает сложность при регистрации дома за своим персональным компьютером, у нас есть такая услуга, что мы можем их зарегистрировать здесь. То есть мы регистрируем, мы подтверждаем и мы можем даже помочь возобновить забытый пароль. Ну а если хождение по мукам интернета все-таки не для вас, всегда можно поступить по старинке. Достаточно поднять трубку телефона и набрать шесть цифр. Запись производится по телефону 341946. Это основной телефон справочной службы. А также по телефонным регистратурам 342174-305292. Также у нас запись производится по филиалам. Это филиал по улице Изыскателей 48, филиал на Холмогорской 66 и филиал поликлиники по адресу рабочая 22. Кирилл Мигель, Сергей Павлов, Максим Шамшурин. Ноябрьск, 24. Несмотря на минимальный риск заражения вирусом ЗИКа на территории России, ноябрьские медики готовы к любому повороту событий. Передается он преимущественно через укусы комаров. Вероятность появления вируса в нашем регионе минимальна, так как прямого воздушного сообщения с Африкой, Северной и Южной Америкой, Азией, где зарегистрированы случаи заболевания, нет. Но в связи с приближением отпускного сезона, врачи ЦГБ готовы к диагностике болезней и оказанию помощи тем, у кого после посещения эпидемоопасных регионов могут появиться симптомы. Мелкая сыпь, конъюнктивит, головная борь, озноб, повышение температуры, превышенное чувство усталости и упадок сил. В случае появления у нас больного с симптомами лихрадокезика, значит, организован будет забор материала, это кровь будет взята и направлена, согласно приказу, в ФБУ с антрогенной эпидемией Пьянау, в городе Салихар. Что касается еще безопасности наших доноров, то тоже служба доноров, значит, исключить из числа доноров крови и компонентов лиц, вернувшихся из стран, по эпид, неблагоприятный по лихрадке ЗИКа, значит, минимум на две недели, и переболевших лихрадкой ЗИКа на 28 дней. В ноябрьске завершился чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону среди слабовидящих. На лыжне встретились спортсмены из 17 субъектов России. В стартах участие приняли более сотни человек. Как слабовидящие люди справляются со спортивными трудностями и чем паралимпийский биатлон отличается от обычного, знают мои коллеги Юлия Антон Морева. Для особенных спортсменов особенные условия. Старт здесь персональный, точнее сказать, парный. Спортсмены с нарушением зрения работают в тандеме. На лыжне их всегда ведет лидер. Его задача – безопасность ведомого. А на биатлоне спортсмены делают то, во что вообще мало верится. Им приходится здесь не только преодолевать дистанцию, но и стрелять вслепую. Огневой рубеж для слабовидящих тоже имеет свои особенности. Оружие ждет спортсмена уже на стрельбище. Расстояние до мишени не 50 метров, а 10. Да и вместо обычной винтовки – звуковая, с лазерным прицелом. При стрельбе спортсмены ориентируются на слух. Подевают наушники. Чем ближе к центру мишени, тем выше звук в наушниках. Они стреляют два огневых рубежа в них, лежа. За каждый промах они бегут такой же штрафной круг 150 метров. На результат соревнований влияет и степень потери зрения. На старт выходят спортсмены разных категорий. Есть даже абсолютно слепые, но таких единицы. Чтобы уравнять шансы на победу, применяется специальный расчет. У нас процентная система. То есть они вначале бегут, показывают результаты, пересчитывают проценты. И там уже понятно, кто какое место занял. 47 спортсменов и почти столько же ведущих лыжников. Конкуренция серьезная. С каждым годом появляются новые имена. На Алексея Торопове двойная ответственность. Он единственный, кто представляет не только Ноябрьск, но и весь Ямал в целом. Тяжело бежал за штрафы. А сейчас что-то так вот прям настроение хорошее. Вчера было хорошее настроение. Сегодня, в принципе, все хорошо. Однако родные места Алексею в этот раз не помогли. Он не занял призового места. На биатлоне лучший результат среди мужчин у тюменца Николая Полухина. Имя этого спортсмена известно далеко за пределами страны. Он многократный чемпион и призер паралимпийских игр. Но даже ему наша трасса показалась отнюдь непростой. Приятно бежать. Профиль очень хороший. Подъемы не сказать, что крутые, не сказать, что пологие. Надо работать всю дистанцию. Ну и спуски тоже не сильно крутые, такие затяжные. Негде восстановиться толком. Поэтому трасса очень хорошая, рабочая трасса. И чтобы принять чемпионат такого высокого статуса, в Ноябрьске была проведена большая работа. У нас сертифицированная лыжная трасса. Она стоит в всероссийском реестре спортивных объектов. Это первое. Второе. У нас четыре трассы прошли гомологацию. То есть они сертифицированы соответствующим требованиям к лыжным трассам всероссийских соревнований. Следующее. У нас появились, и это замечательно, квалифицированные судьи. Тренерский состав сборной отмечает, Ноябрьск организовал соревнования на достойном уровне. Повезло и с погодой. По словам спортсменов, они по-настоящему увидели ямальское тепло. И уже есть предложение провести в Ноябрьске чемпионат России и в следующем году. Антон Морев, Юлия Морева, Анатолий Присич. Ноябрьск-24. И на этом у меня все. Развитие событий уже в следующих выпусках новостей на телеканале Ноябрьск-24. До свидания. Торговый комплекс «Север-3». Ждем ежедневно с 10 до 21.00.